Звук проходит, Женя. Прикорись, всё с первого дубля надо. Хорошо. Боря. Если всё это будет с первого дубля... Ничего не обещай, ничего не обещай! Нет, ничего не было обещать, нет. Я передумал. Сумасшедший Иван. Странное название для американской игры. Я так тоже думал, пока не включил её. Оказывается, речь идёт про нас, про русских. Тут сразу всё становится понятно. Оказывается, американцы... Сумасшедший Иван. Иван. Странное название для американской игры. Я так тоже думал, пока не включил её. Оказывается, речь идёт про нас, про русских. Тут сразу всё стало понятно. Оказывается, американцы считают всех наших с именем Иван сумасшедшими. Да, ну я отвлёкся. Действия происходят в будущем. Практически всё население бедствовало. Сам доходным бизнесом стала война. И многие люди, поднакопив немного денег и купив боевого робота, создают отряды наёмников, которые предлагают свои услуги всем, кто заплатит. Как раз в один такой отряд и попадает советский суперсолдат по прозвищу Крэйзи Айван. И действительно, он был поистине сумасшедшим. Брался за все опасные задания и выходил сухим из воды. Останется ли он жив и на этот раз? Будет зависеть только от вас. Первый взгляд, брошенный на эту игру, позволяет определить жанр. Думообразная бродилка. Действительно, вид из глаз робота. Но слово «бродилка» ещё можно оспорить. Так по... Слезь с этого кресла. Сумасшедший Иван. Странное название для американской игры. Я так тоже думал, пока не включил её. Оказывается, речь идёт про нас, про русских. Тут сразу всё стало понятно. Оказывается, американцы считают всех наших с именем Иван сумасшедшими. Да, но это я отвлёкся. Действие происходит в будущем. Практически всё население бедствовало. Сам доходным бизнесом стала война. И многие люди, поднакопив немного денег и купив боевого робота, создают отряды наёмников, которые предлагают свои услуги всем, кто заплатит. Так... Погромче! Будет... Сумасшедший Иван. Странное название для американской игры. Я так тоже думал, пока не включил её. Оказывается, речь идёт про нас, про русских. Тут сразу всё стало понятно. Оказывается, американцы считают всех наших с именем Иван сумасшедшими. Да, но я отвлёкся. Действие происходит в будущем. Практически всё население бедствовало. Сам доходным бизнесом стала война. И многие люди, поднакопив немного денег и купив боевого робота, создают отряды наёмников, которые предлагают свои услуги всем, кто заплатит. Как раз в один такой отряд и попал советский суперсолдат по прозвищу Крэйзи Айван. И действительно, он был поистине сумасшедшим. Брался за все опасные задания и выходил сухим из воды. Останется ли он жив на этот раз, будет зависеть только от вас. Первый взгляд, прошенный на эту игру, позволяет определить жанр. Думообразная бродилка. Действительно, вид из глаз робота. Но слово бродилка ещё можно оспорить. Так как вашими основными противниками являются вражеские огромные роботы, то для каждого нужно придумывать собственную тактику. Также во время боя нужно решать экономические вопросы, такие как, выпустить ли весь боезапас во врага или оставить его на более мощного противника. После выполнения каждого уровня вы получаете немного денег и сможете отремонтировать робота, купив ему дополнительное оружие, а также бомбы или усовершенствовать ракеты. Причём денег на всё не хватит и придётся немножко подкопить. Где только не побывает Иван. И в Саудовской Аравии, и в Японии, и в стране своей мечты – Америке. И в каждом уровне придётся громить, громить и ещё раз громить вражескую технику. И вскоре, когда никого не останется, ваша напарница сообщит вам о нахождении генератора энергии. Что с ним делать, вы и сами догадаетесь. Дестроить его, дестроить. И вот последние ракеты летят в цель, гигантский взрыв охватывает окрестности, и вы смотрите очередную заставку. Но времени ждёт. Снова новое задание, снова бой. Но нам ли привыкать? И напоследок, хочется заметить, что в Crazy One можно играть вдвоём, правда только по сети. Я уверен, что эта игра является самым крутым имитатором боевого робота на Sony PlayStation.